Приветствую вас. Если вы чего-то не понимаете, то, наверное, только того, что мужчина, он ваш муж, он разделяет, видимо, отношения с вами, которые у вас с ним, и отношения интимные. И ваш муж вами очень дорожит, по-своему, конечно. Значит, ваш муж вас любит, ваш муж, ну, определенно хочет быть с вами, все это совершенно очевидно, по крайней мере, для меня. Но, понимаете как? Если вы уже не первый раз нашли переписку с девочкой об интимных предложениях, это значит, что вашему мужу чего-то не хватает. И вы этого, того, чего ему не хватает, не даете. То есть вы говорите о том, что вот вы себя не допускаете, что вы там заботитесь о себе и так далее. Это очень здорово. Это прекрасно и хорошо, то, что вы о себе заботитесь, то, что вы себя не допускаете. Но постарайтесь понять, что, возможно, для вашего мужчины, вот то, что вы себя не допускаете, именно то, что вы делаете, недостаточно. Ему нужно чего-то еще, а у него есть какие-то потребности, которые вы, к сожалению, не удовлетворяете. У него. И прежде чем, значит, решать вопрос о разводе, вы, безусловно, имеете это право, и вы, безусловно, имеете право, как бы, от него уйти, и вы, безусловно, имеете право жить от него отдельно и так далее. Это, безусловно, но. Если, как вы говорите, что вы его любите, что вы хотите быть с ним, и, в общем-то, сами не желаете вот так вот просто пускать на ветер 6 лет, брожитых с ним, то тогда в таком случае, я думаю, будет логично, если вы подумаете и поговорите с мужем о том, чего он хотел бы, вот просто, чего бы он хотел для себя. Просите его сами, вот когда он эти переписки с девушками начинал, что им двигало, зачем он это делал, что заставляло его это делать. Просто попробуйте выяснить эту проблему, эту мотивацию у него. Еще раз, что заставляло мужчину действовать таким образом? Что заставляло его вступать в интимную переписку с другими девочками? Дальше, значит, когда вы узнаете, что мужчине нужно, когда вы узнаете, чего мужчине не хватает, вы сможете с большей долей вероятности для себя определить, то есть, значит, есть ли у вас реальная возможность удовлетворить потребности мужчины? Если возможность такая есть, то постарайтесь это сделать. Постарайтесь дать мужчине то, что ему нужно. И тогда у вас будет шанс посмотреть на него, на его отношение к вам. Потому что, если вы, например, будете давать ему все, что он хочет, а он все равно будет общаться с девушками другими, значит, тогда справедливо то, что вы нам сказали. То есть, справедливо ваше утверждение о том, что мужчина вас не уважает, не очень ценит, и вообще говоря, вы даже сомневаетесь в том, любит ли он вас или нет. Это то, что касается, значит, вот данного аспекта, то есть того, что вы не понимаете того, почему мужчина раздоратом вступает в интимные переписки с девушками, что им движет, и относительно вашего желания посидеть отдельно. Вот. Дальше. Следующий момент. Вы здесь пишите о том, что, значит, вы не можете, вы не можете так жить дальше, значит, вы мучаете себя ужасными мыслями, хорошо, что работаете дома. Пишите вы. О чем говорит данная, вот данная фраза? Она говорит о вашей ревности. Вы достаточно ревнивый человек, и, как я понял, ну и в принципе вам уже это указали, на это указали уже мои коллеги, вы не только достаточно ревнивый человек, но вы еще и, значит, категоричны. Вы категоричны, и за счет этой категоричности, и в силу этого, вы мужчину подавляете, своего. Мужчину вы, может быть, подавляете. Соответственно, возникает вопрос о природе вашей ревности. У ревности всегда есть причины, у ревности всегда есть мотивационная сфера, то есть, условно говоря, то, что заставляет вас ее испытывать, что заставляет вас ревновать, мужчину подозревать. Да, одно дело, если мужчина сам дает вам поводы для этого, тогда, безусловно, нет никаких оснований говорить о том, что вы слишком ревнивый. Но бывает так же и так, что вы сами мужчину провансируете на то, чтобы делать какие-то вещи, которые вам неприятны. И если это так, то этот момент нужно разобрать отдельно. Уверены ли вы в себе при прочих равных условиях? То есть, если вы ревнуете, если вы ревнуете слишком, значит, вы, возможно, в себе не уверены. Если вы в себе не уверены, то с этим нужно разобраться, потому что, ну, ревность, она губит человека. Ревность, возможно, мешает вам посмотреть на эту ситуацию с той точки зрения, что у мужчины, возможно, есть некая неудовлетворенность. То есть, вы думаете о себе, о том, что мужчина изменил, например, вас, и он оскорбил вас. Это так. Но вопрос в том, какова природа его измены, даже не измены, а измены, как я понял, не было, а вопрос в том, какова природа того, что он делал. что его двигало. И это нужно выяснить. И, как я уже сказал, когда и если вы это выясните, у вас будет возможность понять, можете ли вы дать мужчине то, что он хочет, чтобы у него не было поводов, например, вам изменять. Допустим. Теперь дальше. Значит, по поводу изменений. Вы пишете такую, на мой взгляд, очень интересную вещь о том, что вот вы помирились, решили меняться, и, собственно говоря, вы высказываете такую мысль о том, что меняетесь только вы одна. то есть мужчина меняться не хочет, и вы говорите, а чего, только я должна меняться одна, а он не должен. И вы знаете, здесь достаточно деликатная ситуация возникает. Дело в том, что, конечно, меняться в отношениях всегда должны два человека. Но вопрос в том, для чего им меняться? Для чего меняться каждому из них? Для того, чтобы сохранить семью. То есть получается так, что по вашему видению люди меняются для того, чтобы сохранить семью, и тем самым меняются для другого, для семьи, не для себя. И именно поэтому вы позиционируете изменения, как что-то, что вам обязательно должны восполнить, например. на самом деле это не так. Если вы решаете меняться, то вы меняетесь в первую очередь для себя. Если вы решаете меняться, то вы меняетесь лишь потому, что сами себя, например, где-то в чем-то не устраиваете. И когда вы меняетесь, то вы меняетесь не для кого-то, а только лишь для самой себя. И таким образом здесь нужно и может поговорить о том, что у каждого человека есть своя мотивация, меняться ему или нет. Вот, предположим, эта мотивация на изменения есть, а у мужчины, например, этой мотивации, условно говоря, недостаточно. Но это не дает вам, по сути дела, повода для того, чтобы не меняться самой. Особенно, если вы считаете действительно себя не идеальным. И тогда можно сделать несложный, на мой взгляд, вывод, что у вас есть, как бы, некие условия, которые вы ставите, например, своему мужчине для ваших изменений, для ваших изменений, или для себя тоже. Условия. То есть, какие это условия? Вы меняете только в том случае, если меняется мужчина. Если мужчина не меняется, то и вы, соответственно, не меняете строки. Это, получается, какие-то изменения, направленные, я вот даже не знаю, на других людей. Не для вас, не для вас, и даже, наверное, как я понял, не для мужа, а для семьи, для чего-то общего. Но, что делать, если у мужчины такой мотивации меняться, нет, как у вас? и ему нужно что-то более, ему нужно что-то больше, чем просто, например, мотивация измениться ради семьи. И что, это, получается, означает, что вам меняться не надо? Ну, согласитесь, это немножечко странное утверждение. И тогда, давайте мы с вами определимся так. Если вы говорите о том, что вы не считаете себя идеальным, и это не просто слова, то меняться вам нужно, безусловно, для себя. Быть собой, как бы находить в себе, оберегать и взращивать свою женственность, свою уникальность, свое очарование, прислушиваться к мужчине своему для того, чтобы удовлетворять его желание. И если вы, делая все это, видите, что мужчина не хочет меняться и все равно продолжает переписываться с другими девушками, тогда этот человек действительно вас недостаточно уважает и с ним вам не нужно находиться рядом. ваше решение побыть отдельно приведет к разводу. Оспаривать ее мнение мне бы не хотелось, но тем не менее сделаю одно замечание. Замечание будет касаться вашего будущего. понимаете, если вы сейчас уйдете от мужчины и оставите его непонятый, а он именно так себя чувствует, он непонят, его желания непоняты и сам он не принят вами. значит, а для него это будет означать так, что вы не желаете прислушиваться к нему и ему нужно меняться, чтобы вы к нему прислушивались, чтобы вы приняли его. Захочет ли меняться мужчина ради вас или нет, это достаточно непредсказываемый момент. Я бы сказал, что если мужчина чувствует себя непонятым, если мужчина чувствует себя например, ну как бы отвергнутым вами, то мотивации меняться у него нет. Гораздо меньше, чем если бы вы его приняли. Вы его примете, вы дадите ему возможность ощутить, что вы его например понимаете, что вы хотите понять его, хотите дать ему все, в чем он нуждается и если вы это можете ему дать, то у него появится больше мотивации для того, чтобы менять. В случае же, если вы разъедетесь, мужчина останется один и у него может появиться обида на вас, что вы не поверили во-первых ему, во-вторых, что вы не поняли его, и в-третьих, что вы не дали ему шанс. Это достаточно серьезное испытание для мужчины. И весь вопрос заключается в том, а не заведомо ли вы ставите его в такие условия, когда он с большей долей вероятности и примет решение о том, чтобы дальше с вами разводиться. То есть не провоцируете ли вы его на развод, например, или на дальнейшее отдаление вас друг от друга, тем самым перекладывая на него ответственность за это. Если так, то это не совсем верное поведение. Если так, то вам лучше сразу сказать ему, что дорогой, я хочу с собой развестить, потому что я понимаю, что так жить я не хочу и так далее. Но в этом случае вам нужно как-то для себя разрешить противоречие, что отрубить его от себя, 6 лет это немало, я его люблю, пишите вы, и вот это нужно как-то сопоставить с тем, что вы решили развестить. Кроме того, в этих фразах в том, что вы пишете о том, что я его люблю, конечно, ну, знаете, я его люблю, конечно, звучит немножко пренебрежительно. То есть вы его любите, как это проявляется, что вы его любите? Любовь это, например, принятие человека таким, как он есть, вместе с его желаниями и с его недостатками. и если мужчина ведет себя так, как вы пишете, и если мы с вами уже сказали о том, что у него могут быть какие-то нереализованные желания и потребности, то получается, что не так сильно вы его и принимаете с ними. И если не принимаете, то значит и не любите, а если любите, то нужно принимать и прислушиваться к его желаниям. И это не только не запуск себя, это именно ориентирование своего поведения на удовлетворение желаний мужчины, тех, которые вам не вредят. Далее, значит, отрубить его от себя. Вечте вы, ведь 6 лет это немало. В данном случае срок проживания в месте ваш. Ну, мало что значит хотя бы по той причине, что отношения могут себя изживать, к сожалению. Отношения могут заканчиваться, отношения могут меняться, они могут становиться другими и так далее. И если вы будете оглядываться вот на эти моменты, на моменты такие, например, что допустим нужно сохранить вас, чтобы это не стало, там, семью для того, чтобы 6 лет, которые вы провели вместе, не прошли даром и так далее, это будет выглядеть и нести для вас лишь только негатив. Потому что, ну, допустим, вы прожили 6 лет, из них 5 лет вы жили счастливо, и за это мужчине уже нужно быть благодарны. По крайней мере, вам. И дело здесь не в том, что вы должны его благодарить, например, за то, что он там в итоге от вас ушел и так далее, а дело здесь в том, что вам желательно благодарить его за время, которое он сделал вас счастливой. и да, это время оно закончилось, да, это время сейчас прошло, но когда-то оно было, и за это вам нужно быть ему благодарны. То есть, понимаете, те моменты, которые вы приводите в качестве останавливающих вас от развода, они, мягко говоря, ну, не совсем твёрдые, не совсем уверенные в себе. Вы говорите это, даже у меня сложилось такое ощущение, что вы говорите это как бы для проформы, то есть для нас, а не для себя. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать. И по итогу можно резюмировать, что вы сами решаете, как вам поступать. Вы сами решаете, что делать с вашими отношениями дальше. Я, мне кажется, подробно расписал, что вас ждёт в том или другом случае, решение. Но я хотел бы, чтобы решение вы приняли то, которое реально направлено на вас и на сохранение семьи. Я хотел бы, чтобы вы не руководствовались в принятии решения ревностью, обидой, оскорблённостью и так далее. Мне бы хотелось, чтобы решение вы принимали как можно более взвешенно и недороплив. Потому что приняв его, вполне вероятно, что дороги назад уже не будет, а если вы будете жалеть об этом, то вам будет ещё более тяжело. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удача.